здравствуйте рада всех приветствовать на своем канале уральская кудесница меня зовут нато в девочки вернулась из отпуска и поняла что мне не хватает одного предмета хотя их у меня большое количество но вот такого это точно не хватает чтобы шить этот предмет я решила сама сделать полотно полотно я буду делать из бязи двух расцветок вот такие две зелененькие у меня расцветки у нас сейчас лето и я думаю такая расцветка будет очень актуально и вообще мне нравится зеленый цвет однотонная ткань и ткань вот с такими красивыми цветочками а вырезала 4 квадрата из однотонной ткани вот такого ярко фисташкового цвета и 4 квадрата из тканей в цвете квадраты имеют размер стороны 17 с половиной сантиметров они одинаковые из двух квадратов мне надо сшить один квадрат который будет состоять из треугольников я думаю многие знают как это делать но для новичков как и говорил раньше у меня очень много сейчас зрителей молодого возраста я покажу берем два квадрата складываем их лицевыми сторонами друг другу беру линейку беру ручку пиши стирай провожу диагональ из одного угла квадрата в другой можно помогать себе булавочками скреплю вот эти треугольники чтобы при пошиве на машинке они у меня никуда не съехали я люблю лишний раз подстраховаться булавочками скрепила и теперь на машинке я прокладываю две строчки одну строчку с этой стороны начерченной линии другую строчку другой стороны затем я разрезаю эту заготовку по начерченной линии дальше работаю утюгом и так сейчас я сделаю все четыре заготовки а девочки еще такой момент при пошиве таких блоков нельзя тянуть ткань когда прокладываем строчку потому что строчка здесь идет по диагонали можно ткань вытянуть и потом получится некрасиво не аккуратно и также когда идут блоки разрезалки а это у меня будет разрезалка надо на машинке выставлять очень мелкую строчку на чтоб потом при разрезании этот шов не распустился а я обычно шью вот такой лентой мне так удобнее шить в общем я как-то так привыкла а шить сразу вот такой лентой теперь мне останется только их разрезать можно делать это ножницами можно делать роликовым ножом кому как удобно здесь в принципе особой роли не играют каким инструментом вы будете разрезать эти блоки все и у меня получится 4 квадрата которые состоят из треугольников сейчас я все разрежу обработаем все утюгом а и квадратов девочки кстати на мое полотно мне нужно было всего четыре вот таких составных квадратов следовательно изначально мне надо было вырезать заготовки размером 17 половиной сантиметров это всего две заготовочки вот такой ткани и 2 заготовочки вот такой ткани я специально сделала 8 заготовок у них сейчас 8 а для того чтобы показать вам еще одну разрезал очку потому что принцип работы один и тот же просто совсем небольшое различие в раскладке поэтому я заранее сделал 8 квадратов чтобы вам показать сразу два варианта и так я отвлеклась кстати если кому-то понравился утюжок который вы видели в кадре то присоединяйтесь на мой канал telegram он называется также уральская кудесница там про этот утюжок у меня все написано где купить и более подробно и так я продолжаю дальше беру свою заготовочку и начинаю ее выпрямлять мне нужен квадрат со стороной 16 на 16 сантиметров выравниваем все здесь уже конечно без мата или без линейки для пычку . не обойтись но я сделаю так мне так удобнее все постаралась здесь все выровнять сейчас я буду квадрат полностью подравнивать беру свою линейку еще на ней разметку 45 градусов совмещаю эту линию с диагональю на квадрате и начинают все выравнивать подравнивать делать заготовку размером 16 на 16 сантиметров и так я поступлю со всеми своими 8 заготовками все свои заготовки девочки я выровняла и посмотрите у меня совсем немного было срезов я заранее сразу рассчитала какой изначально мне нужен был квадрат я вам говорила 17 с половиной сантиметров страна была моего квадрата на выходе мне нужен был квадрат 16 сантиметров теперь эти заготовки я буду разрезать на полоски шириной 4 сантиметра на каждый квадрат у меня выйдет 4 полоски если вам нужно сделать полоски больше либо чтобы ваше полотно ваш получившийся блок был больше то изначально делайте заготовки больше смотрите какой вам нужен квадрат на выходе вот для себя лично я сделала изначальную заготовку 17 с половиной и вот при таком количестве срезов у меня получился квадрат со стороной 16 на 16 сантиметров 4 квадрата я уберу 4 заготовочки которые у меня получились покажу вам еще одну разрезалку а теперь буду работать именно с тем узором который нужен мне девочки я располагаю квадраты вот таким образом смотрите чтобы было все понятно у меня получился такой узор здесь у меня цветастая ткань середине здесь у меня в середине однотонная ярко-зеленая фисташковая ткань и теперь строго в таком порядке я буду работать со своими полосками нижнюю уберу и вот как лежит так буду резать взяла девочки роликовый нож линейку и теперь все эти четыре заготовки вот в таком положении как они у меня лежат я буду разрезать на полоски размером ширину 4 сантиметра из каждого квадрата у меня получится четыре полосы сейчас все выровняю ровняю все помаду прикладываю линейку еще размер 4 сантиметра разрезала теперь следующие 4 припуск на шов я делаю 06 миллиметров это половинка лапки моей швейной машинки я всегда ориентируюсь на половинку лапки такой припуск на шов у меня везде и так одну заготовочку так сделала затем делаю следующую заготовочку и еще две заготовки но вот таком уже расположение сейчас все сделаю все разрезала вот так у меня выглядит и теперь я делаю небольшую манипуляцию смотрите я меняю первую полоску с последней чтобы не запутаться я сначала везде так сделаю для того чтобы вам показать вас не запутать на всех своих заготовках я меняю местами первую и последнюю полоску затем я местами меняю вторую и третью полоску вот такие красивые заборчик у меня получились но это еще не все теперь я поменяю вверх снизу эти две заготовки пускаю вниз эти две заготовки понимаю вверх мне вот такая красивая получается девочки звезда теперь все эти четыре блока мне нам до сшить между собой как я буду сшивать я сначала сошел поочередно эти четыре заготовки у меня получится квадрат затем сошью эти четыре заготовки у меня тоже получится квадрат то же самое сделаю с нижними заготовками потом сшиваю два квадрата между собой два квадрата между собой и получившиеся прямоугольники я тоже сшиваю между собой припуск на шов у меня как и говорила 0 6 миллиметров и работаю я нитями нейтрального цвета сырой нити я считаю такие нить его подходят под большое количество тканей расцветок сейчас я это все сделаю и дальше вам покажу еще одну разрезал . но мне нужно будет именно вот такая заготовка полоски между собой шива как говорила теперь я буду сшивать между собой квадрата в девочки почему так подробно потому что недавно показывала блок разрезалка где мне потом пришел комментарий а покажите как сшивать я думала что такие простые процессы знают все как оказалось не все поэтому показываю подробно не нравится перематывайте итак шила все четыре своих блока и теперь я их буду соединять между собой и И эти заготовки уже соединю тоже между собой. Посмотрите, я здесь шов сделала в разутюжку. Если в первом варианте вы видели утюжку, я делала шов, то есть заглаживала на темную сторону, на цвета свою, то сейчас я сделала все шовчики в разутюжку, чтобы средний шов у меня получился не толстый. Итак, сшиваю и показываю вам уже полностью готовый мой блок. Девочки, готовый блок покажу в конце. А сейчас покажу еще одну раскладку такого блока. Все зависит от того, как расположены квадраты при нарезании его на полоски. Итак, посмотрите, все квадраты у меня расположены одинаково. Цветастая ткань с одной стороны и однотонная ткань с другой стороны. И все я их буду разрезать на полоски шириной 4 сантиметра только в таком положении. Можно сразу брать по два квадрата, можно по одному. В общем, все их я разрезаю на полоски шириной 4 сантиметра. Все свои заготовки я разрезала и делаю то же самое. Меняю первую с последней, то есть первую, четвертую и вторую с третьей. И поступаю так со всеми своими заготовочками. То есть меняю две крайних местами и две полоски, которые в середине тоже меняю местами. Условно я это все сшила между собой, все четыре квадрата и смотрите, получается блок. Мы эти четыре квадрата сшиваем между собой. Получается вот такой симпатичный заборчик. А дальше следующая манипуляция тоже, девочки, очень простая. Переворачиваем два готовых квадрата по диагонали, не важно, либо вот эти два квадрата по диагонали, либо эти два квадрата. Соединяем между собой, но это у нас все условно сшито. Посмотрите, какая красивая получилась диагональ из лоскутков тканей. Я думаю, что сшитое таким способом одеяло будет смотреться очень красиво, можно поменять местами. Мне очень нравятся такие простые блоки, которые шьются легко, просто, но из них получаются достаточно симпатичные рисунки. А сейчас я вам покажу тот блок, который приготовила. А это мое первое полотно, которое я делала вместе с вами. Техника одна и та же. Все зависит только от того, как вы располагали квадрат и когда нарезали вот эти полосочки. Получается очень много симпатичных блоков. Ну а на этом, девчонки, я с вами попрощаюсь, пожелая вам всего самого хорошего. Если вам понравился мой ролик, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Если вам интересно и вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые ролики. Что еще хочу сказать? Оставляйте свои комментарии. На каждый комментарий я отвечаю. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и пока-пока. До встречи на моем канале. Продолжение следует...